всем здорово с вами он стройких но у меня уже как бы почти все автомобиль ну как почти меня больше половины но сейчас поскольку я уже всей skyline и все-таки возьму еще один и буду по ходу дело его настраивать и кататься и летом вам все показывать и возьмем скорее всего skyline gtr рт 4 99 года так как она существенно и дешевле ну скажем остается синим коробку возьмем прочь но продается один минус да и выберем продается один минус я двигатель плохо слышу то есть на видео его хорошо слышно но вот так вот услышно когда ошибку поворачиваешь что в первую очередь мы прокачиваем ручки мы меняем резину это раз делом максимальное снижение веса это 2 все-таки уже за четыре секунды от 0 до 60 минут в час далее ставим и нитры нитры есть здесь двух типов это нитры вроде бы самое дорогое но ну да там хуже едет из-за того что вес прибавляется стартует хуже разгоняйте вот это нитры она более долгая то есть это разгон от нее меньше при этом дольше заканчивается это нитры заканчивается быстрее но на более эффективно поэтому ставим ее так сколько она стоит ну да почти 1200 так глушитель глушитель нас на пускай будет стоковый да хотя стоковые довольно таких прокачивая неплохо дает результаты так что мы сейчас еще поставим чтобы нас было ровно 4 ровно 4 это будет наверно сложно вот сразу прохожу по тем деталям которые болен а кстати точно сцепление оба 4 потом как бы да будем все нормально настраивать и сразу закончится у нас это сцепление облегченный против rx-8 ставит нас игра скоп на сцену будет 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 план поехали астана стандартно я взял ребята ручной потому что ручной причем как-то больше эффективно идет правда если бы я еще двигатель нормально слышал 73 мили в час на второй передачи батички нормально не забывая что у нас он по сути по фактически стоковый ну да почти все это на основе шипы тянет а на автомате меня бы здесь тянуло на 4 передачи я вам гарантирую какая красивая попка срс точнее красивая попка и номер срс о подъехала музыка качает музычек по-любому всяко качает пузяка так не так этот угол почему-то всегда фриз то есть игра сюда под тормажем как думаете нам ехать гоночку с какими ботом чтобы поставить максимальную скорость хотя 173 мили в час показывать но там очень тяжело будет это используется ходить так что нам подвеска дает только занижение 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 зачем нам мы и так покатаемся оставляем пока стоковый глушитель на давайте все-таки вывину автомобиль на 3000 ой на 3000 на 3 секунды потому что это будет быстрее и у нас эта цепуха пропадает как я и говорил так что у нас дальше будет электрика опа 3,2 так как не будем ставить эту фигню и 2,7 2,7 секунды это что совсем запредельно 3,1 ровно 3 ништяк при этом у нас максимально сходится уже 190 км в час и значит что я хочу еще сделать покрасить тормоза все ништяк тормоза стоковые покрашенные 4500 у нас осталось кто у нас сейчас эволюшн 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 тридущий так давайте мы возьмем шоссе посмотрим как у нас будет 3000 3000 ага посмотрим как у нас будет с максимальной скоростью вот что ты так орешь я посмотрим максимальные обороты ну да максимальную бороду 7600 где то 7600 ой новость колайнина добить вот Сейчас на шестую перейдем Видите, как я сказал, линейтри это более эффективное Но она быстрее заканчивается Финиш О, да-да, как он тяжело сюда переключает Все, ништяк нитер восполнено Заходим опять в мастерскую Все-таки, наверное, будем полностью устанавливать электрику Так, она установлена Это не будем устанавливать Это ставим 3,7 Ага, 3,7 Хотел сказать 2,7 2,6 Так 2,5 Здесь у нас все, да? По электрике Тогда здесь у нас все Смотрим здесь Здесь нет Здесь установлено Это не надо Это у нас есть Это не надо Это Опа, у нас нету Удвижите, уже 207 км в час 207 км в час 207 км в час Ага, как же Так Это мы уложили даже меньше тысячи, да, баксов? Нитро Нитро Турбик Ого Ого Сразу Ага Круто Ставим И Не ставим Так Так Давайте посмотрим Что у нас с тормозами Тормоза у нас Улучшают Немножечко управление Потому что при торможении Нас не будет заносить Ну, по крайней мере Так шибко заносить Как обычно Нас заносят при торможении На Обычных тормозах Колеса Получается Сразу блокируются И автомобиль уходит в занос Нам занос этот Мало нужен Конечно Это я зря сейчас установил Потому что Нас Не хватит Денег На ставочку На ставочку Денег у нас не хватит Типа говорит Вали Офигайся сумма 5200 5200 5200 Так Куда нам еще такую сумму Можешь предложить Здесь шоссе Опять ты Опять 5250 Так Ты Опять ты Что так-то Как так Опять ты Ну, в смысле Skyline Да, блин Что за подстава Хоть бы супер Какой-нибудь Или Мазду Или что-то Ладно Вы говорили Буду сейчас мучить Бедолаг Очень буду мучить Бедолаг Поп, ну, должна Оставочка не хватает Прикиньте Блин Я ставку не взял Я ставку не взял Я кнопки перепутал Я перепутал порядок Нужно будет Пробел нажать Чтоб Взять ставку А потом уже А потом уже Энтер А я наоборот Нажал Стру Энтер Потом Ставку А ставку Конечно Уже не взять Вы, кстати, знаете Гоночку, да? Мы на этой гоночке Едем в самом начале Карьеры Как раз Как раз На скайлайне Как раз Первый раз Или мы подальше там проезжаем Не помните? Просто помню, что вот этот момент Я в этом моменте Среда срезаю А, смысл там прыгать Такое ощущение То есть, когда прыгаешь Тратится время Да-да, я знаю Я стал Я забыл ставку взять Да, я психанул Кстати, здесь рекорд на Subaru State Я там вообще не понял Сколько секунд Но что-то очень мало Subaru Prez Который там последний 20i Или S200 202 202 20i Я шоу рану переключил Что-ли Я не понял На Subaru Вроде 24 Или 26 Секунд проектов Сейчас Бас на скала Не рекорд перебил На Subaru Фуловой Бар Фубару Субартон 272 миличат Жмет И мои следы Там я на Nitro ехал Сразу говорит Как раз я рассчитывал На то, чтобы на рекорд идти Что-то рыбы пахнет Что-то рыбы жарят Ай А, после финиша Вроде бы Столкновение не считается Опа Рекорд 25.74 А если вот На Subaru Был 26 Смотри Я просто Правда Не помню Как там было На Subaru И не последнюю Гоночку Гоночку Надеюсь, Субар немножко неустойчив. Субаром постоянно пытается дрифтить. Как прям Эволюшн. Видео, которое я тоже скину либо раньше, либо позже. Этого видео. Если, конечно, вообще скину. Игра хороша, но если верить Стиму, я эту игру прошел за 33 часа. С учетом того, что я просто не катался. А, блин! Первое столкновение. Кстати, она катался на Mitsubishi Eclipse GST. А только форсаж такой. То зелененьким сделал, то же сделал зелененьким и он. И на нем что-то как-то вроде бы, я так черканул неаккуратненько об стену. И получилось, что у меня самый дорогой ремонт был. За 1% 0 баксов. Это даже стимер и скрин был сохранен. Рекорд 36.0. Иначе я бруска пьера перепутал. Так, а во сколько у меня ремонт обойдется? 1246 баксов. Блин, нормально, так черканул. Хорошо. Посмотрим, сколько в гараже в гараже обойдется. Этот ремонт. 6%. 890. Блин. Ну ладно. Так, 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 так. А нас больше ничего не остается, да? Скайлайн осталось только поставить турбину и по сути будет хорошо летать. Но на это нам не надо. Нам нужно было просто накопить денежку, чтобы поехать со Скайлайном против Скайлайна. 5250. Придется на пятой точке, на которой сижу. Чувствую, что придется все-таки использовать нитро. Ага. Ага. Ух ты! Ну а все-таки ставка варьируется от того, насколько хорошо ее прокачан автомобиль. То есть, если автомобиль полностью прокачан на максимум, полностью на максимум, полностью на максимум, фулл кач. Смешно. То, естественно, ставка будет меньше, потому что будут соперники слабее. У них никогда не бывает полностью прокачанных автомобилей. Кстати, помните, я вам говорил про горочку, где на автомате не всегда тянет. Горел я именно про эту горочку. Потому что автомобиль пытается там тянуть чуть-чуть на максимальной передаче. То есть, ребят, получается, я полчервонца, то есть, я пятак выиграл, по сути, очень легко. Копсики, шмопсики. Теперь посмотрим на шоссе. На шоссе. Шоссе. О, слышали? Он нитриспользует. Он нитриспользует. Нитропоника. Нам надо его, наверное, вперед пропустить, да? Кстати, точно, точно, я понял, почему ремонт дорогой был. Я здесь тоже немножко сталкивался. С тем, кто меня сзади догонял. Максимально будем проверять скорость? Помните, я вам говорю, то, что здесь трафик на... Ой. Что это? Гонщики иногда здесь срезают. Вот именно по этой пустоши. Почти отсечка 220 миль в час. Ну, естественно, мы хорошо вырезались, хорошо потратили азот. Угу, угу. Кстати, я один раз имел глупость по неосторожности случайно пригласить на гонку гонщика, обычного гонщика, вот этого, уличного. И сразу на меня поехали копы, потому что перед копами нельзя приглашать, потому что копы бежали. Сейчас посмотрим, что будет. А, нет, нормально. Он еще в меня врезался. Офигел. Он в меня врезался. Офигел, чувак. Иии, стартует. Не, нормально, да, шлифует со старта. Будешь переключаться мы не будем, нам это не надо, потому что мы сейчас будем просто прыгать. Вот так вот. Опа, и в стену. Потому что я был на второй включить, а я на третий остался. Не, то, как самолету под углом заходит на посадку это жесток вообще. Что-то больше не хочу там стречку использовать. А ладно, поехали. на пятый на отсечке ехать тоже не прикольно. А где соперник-то? Я не вижу, кто там едет. Ну, так же 220. Ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты, ах ты. Я хочу уехать хоть, смотри. Чё, пипи. Чё, пипи. На тебе, пипи. Сейчас я его разверну, сразу закипит. Не закипел. Но теперь он уже не поедет. Но здесь трафик настолько туп, что он мне вот так вот постоянно нитр дарит. Но так, как он меня засадил, блин, точнее, меня скайлайну, это прям обидно. И чё у нас? Почти полный. Ну да, до грузовика я был далековато. Два. Двадцать. Нормально. Так, чё надо? С кем надо ещё прокатиться? Прокатиться, 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 прокатиться. Так попало. Пять, двести пятьдесят. Гоним. На нитр гоним. Да, он сказал на нитр. Ой. Чё-то меня он прям чуть-чуть доносит. Честно говоря, ребят, я уже срезы боюсь, потому что я один раз свил гонку из-за того, что я срезал. Фу. Я тоже, чувак, не трес. Ничего. Чувак, ты неправильно поворачиваешь. А я неправильно рулю. Так что вы оба неаккуратные ребята. Вроде бы на этом срезе был, нет? Не, нормально. На трек едет. Оба-на. Как так-то? Дрифт, дрифт, дрифт. Выиграл в дрифт. На дрифт. Когда чуть-чуть недостаточно мощности автомобиль, вместо того, чтобы... Я чё, так мало нитр потратил? Когда мало мощности автомобиль, вместо того, чтобы дрифтить, автомобиль просто чуть ли не переворачивается. То есть он стоит прям буквально на пару колес. Догоню, 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 догоню. Хватит фризить. О! Скайли Кена. А у меня такой же и есть в гараже. Прикинь, чувак. Поехали. Э-э-э-э-э... Чё-то ты как-то подозрительно молодаешь. Денни-ка. Ладно, поехали. Нас задать уже долго, я понимаю. О! О, ну ладно. Я думал, может, другая трасса будет, но... Ах уж это... А на автомате вы бы так хрен проехали к воротам. О, помните песню из 90-х? Те, кто постарше, должны помнить. Такая песня, как «Одинокий голубь на карнизе за окном, смотрит на меня, но не включится в дом». У меня опять голубь прилетел на карниз. Красиво я стою, глупо-гонщику смотрю. Здорово! Автокена. Накурившийся феном. Тридцать три тысячи триста шестьдесят три. Нормально такая цена. Ланька, наверное, все хватит. С вами был Анстрогих, который при вас прокачал чуть-чуть Скайлайн. Блин, у меня капот приоткрыть, нужно отремонтировать съездить. Который вам показал, что все-таки... Даже сам удивился, что... Бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ-бэ. Ну, отъехал, я отъехал, все, не бухти. Ну, я отъехал, че стоишь? Бухтит. Здорово, попс. Попс-попс. Который даже для моего удивления, как раз если не ставить турбину, соперник дает больше денег на ставку. Ланька, с вами был Анстрогих. Всем счастливо, всем пока. Буду дальше мучить яблотов. Ха-ха. Продолжение следует...